Приветствую, слушайте учителя, следя за тем, что у нас задание делайте у Сичи. Ответ 324. Это что, молодец? Восьмилетняя Маша Свирина из Новомосковска читает стихотворение и слушает голос из компьютера. Цифры складывает в уме одновременно. Это одно из заданий ментальной арифметики, нового метода детского обучения. В нем задействовано сразу и правое, и левое полушарие. Из десяти подобных заданий девочка не ошиблась ни разу. Феноменальные способности Маши позволили ей занять второе место в Международной Олимпиаде. Первая завоевала ее девятилетняя подруга Ковсарат Османова. Сначала на ментальную арифметику пришел мой брат. Потом пришла я, и мне очень понравилось. Я участвовала во многих олимпиадах. В Минске, в Москве, в Питере, в Ростове. Ментальная арифметика – это современный способ развития интеллектуальных и творческих способностей ребенка. При этом главный инструмент для быстрого счета – абакус – известен еще с древних времен. Он похож на счеты, только в абакусе десятка представлена в виде пяти единиц и одной пятерки. С помощью такого разделения даже дошкольники быстро осваивают сложение трех и четырехзначных чисел. Ко мне привели девочку. Ей было три с небольшим. И за полгода буквально мы с ней вышли на такой уровень. Девочка на олимпиаде заняла первое место. И она участвовала с детьми в возрасте от четырех до шести. И родители были очень приятно удивлены, что вот такие вот результаты у ребенка. Маша и Ковсарат занимаются ментальной арифметикой больше трех лет. За это время они успели победить в дюжине региональных и всероссийских олимпиад и вышли на международный уровень. В декабре девочки отправились на 19-й чемпионат мира по ментальной арифметике в Таиланд. Сопровождали их мама и тренер. Путешествия оплачивали из своего кармана. Спонсоров у интеллектуального новшества в Туле пока нет. Пришлось покупать полноценный тур. Билеты на перелет оказались дороже туристической путевки и ехать шесть часов на такси из Паттайи в город Субханбуре, где проходил турнир. Сложности не помешали тулячкам стать лучшими среди 700 конкурентов из 24 стран мира. Цель моя была развить память, развить интеллект моего ребенка, чтобы ей легче училась в школе. Так и получилось. Мало того, что ей легко даются школьные предметы. Прорыв был большой у нас, так как она уже занималась шахматами. У нее был прям выстрел по шахматам. Она стала неоднократным чемпионом области. Вернувшись в ранги вице-чемпионки мира по ментальной арифметике, Маша сразу отправилась на местный турнир по быстрым шахматам. На тренированный мозг требует постоянной нагрузки, чтобы быть в тонусе. А в перерыве между занятиями девочка вместе с подругой рисует на доске и поет песни, что тоже получается отлично, ведь талантливый человек талантлив во всем. Михаил Кожаев, Дмитрий Бочаров, Первый Тульский.